Прогноз для президента Армении. Уже есть прогноз для самой Армении, можете посмотреть. Очень часто бывает, что человек, который приходит к власти, его судьба связана или же сплетена настолько со страной, то есть с государством, которым он правит, что ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад. Конечно, он, во-первых, боится сам за себя. У него присутствует страх смерти, у него присутствует некая неуверенность. Что касается работы, карьеры, то есть опасность январь-февраль потерять эту работу, скажем так, если это можно назвать работой. Ну и с июля месяца до конца года. Есть некая неуверенность, и эта неуверенность, она ему, конечно же, мешает. Но при всех плюсах и минусах, что касается судьбоносных событий, ну, есть такое, говорят, судьбой предначертано, то всё-таки этому человеку ещё суждено, скажем так, засиять на небосклоне, и его время, или же он начнёт действовать, начнёт каким-то образом понимать всё то, что происходит, более адекватно, скажем так, он будет реагировать на всё то, что происходит, это где-то апрель-май. Ну, а высветит его вселенная где-то в ноябре месяце. В ноябре месяце у него достаточно хороший период, но я хочу сказать, что деньги у него есть, и беспокоиться здесь вроде как бы не надо, да, есть некие потери, есть некий страх всё потерять, есть у него проблемы по здоровью, и если взять всё вместе, вот это, как говорится, собрать в кучу, то здесь действительно присутствует страх смерти и неуверенность в том, что происходит. До конца февраля, затем с июля по декабрь месяц, это период, когда страсти и эмоции идут в разрез с его мыслями, и именно они могут стать помехой в его делах, страсти и эмоции, то есть человек эмоциональный. Например, да что им не хватает, да сколько можно, да пусть идут, работают и вообще, то есть. Здесь, конечно же, это время, когда могут возникать некие абсурдные идеи и даже саркастическое отношение к окружающей действительности. Это, конечно же, будут некие неудачные попытки решить проблемы, а проблемы, дорогие мои, здесь не просто проблемка, здесь крупномасштабные проблемы в рамках целого государства. Совет. Надо избегать рискованных каких-то проектов, авантюристических предприятий, а также без компромиссности, особенно в деловых контактах и с людьми, которые вызывают некую подозрительность. Это период неуспокоенности, и здесь будет происходить, вернее, необходимость серьезного поиска. Как? Куда? Возможно, стремление к сотрудничеству со своей социальной средой на иной какой-то основе, то есть это народ и президент, вполне возможно, он захочет что-то предложить, но то, что я вижу по здоровью, по дому смерти, то здесь, конечно же, сложно, очень сложно. И прежде всего, что ему самому угрожает смерть или же есть опасность, которая не исходит от карьеры. И здесь больше проигрываться будет период, когда ему, именно ему, будет навязываться некая чужая воля, некие чужие решения, и здесь будет возникать период борьбы интересов, столкновение амбиций борьбы за власть и сферу влияния. Очень интересный такой период, потому что это может быть сам народ, это могут быть чиновники или же олигархи, тоже богатые люди, ну, или же его окружение. Здесь тоже может это проигрываться именно таким образом. Я в конце обязательно вам дам его кармические узлы, как они будут еще развязываться, в каком секторе они будут наиболее уязвимы и что они дадут. Ему, он может вообще оказаться в режиме секретности и повышенной опасности. Я уже сказала, что есть опасность, но эта опасность не связана, например, в марте с карьерой, то есть с карьерой президента. А вот уже в июне и август, там займет еще и сентябрь, и уже в декабре здесь уже, конечно же, сложности. Но здесь больше проблема уже со здоровьем, проблема с его пониманием ситуации. То есть, понимаете, что такое понимание ситуации? Это обучение, это мышление, это переработка, это передача информации, это некие ближние, дальние поездки. А самое главное, что это реакция на все то, что происходит. А реакция, конечно же, желает быть, скажем так, более спокойной и более дружелюбной, особенно по отношению к своей пастве, как говорят священники. Итак, что у нас в начале года? И где-то до середины октября, а если быть более четкой, то практически до конца года. Это совершенное непонимание того, что происходит. Вот просто переработать, понять. То есть человек находится, по большому счету, в замешательстве. Он не понимает, что делать. И март, например, особенно апрель, там вообще будут некие такие ситуации жуткие по... Это страх. То есть, вы понимаете, присутствует некий страх, что и куда делать. И как быть. Но с ноября месяца, где-то с октября месяца, там уже будет наблюдаться и потеря энергии, и потеря некого имущества, если можно так сказать. А в целом, если брать по его реализации, по тому, как он понимает ситуацию, которая происходит, то здесь, конечно же, это некие... Знаете, как говорится, плата небесная. Это вселенная или же судьба платит за то, заработал ли он, наработал ли он какие-то коврижки, или он заработал, ну, как вам сказать, по попе, скажем так, получит. Ну, там будет более жестко, и такое будет проигрываться. Здесь может сложиться очень сложная, трудная кармическая ситуация. Во-первых, с его детьми. Что касается... Что может произойти? Разрыв. Может произойти преждевременная смерть любимого человека. Или же, наоборот, это вообще могут быть какие-то многочисленные любовные приключения, и бог знает что. Хотя он уже человек в возрасте, но кто его знает? Здесь, в общем-то, есть выбор, ради бога, решай, куда идти. А в целом здесь очень много, конечно, каких-то интриг, особенно. И, ну, вылезет где-то какая-то романтика, где-то какие-то сексуальные вещи повылазят. То есть там ему припомнят уже, что было и чего не было. И здесь убытки. Убытки будут у него уже через финансовые какие-то спекуляции. И это все, конечно же, будет вылазить. Что касается партнерства, народ, президент и правительство, то здесь, конечно же, все тайное может, не может, а будет становиться явным. И могут, вернее, не могут, а проявятся открытые враги. То есть те враги, которые, может быть, как вам сказать, но здесь могут еще и появиться партнеры по духу, а это будет однозначно, которые будут пытаться удержаться у власти и каким-то образом выровнять эту ситуацию. Здесь может быть и некий такой договоренность. Знаете, вот говорят, есть фиктивный брак. Так вот здесь тоже может быть некая фиктивная договоренность. Эта фиктивная договоренность может быть заключена как с партнерами, как с правительством, то есть достаточно с многими группами, людьми и даже некими группировками. Здесь могут быть некие судебные и даже некие бракоразводные процессы. Тоже это все может вытянуться на свет. Нет, вполне возможно, может, он разведен, и там какие-то недра принадлежат не ему, а его жене или еще что-то. Много будет очень обмана в его жизни, и в целом он не понимает, куда ему идти и что... Куда, куда, куда. Поэтому здесь у него очень много опасностей, и большая опасность это прежде всего составляет с какими-то, может быть, электричество, может быть, транспорт, может быть, еще что-то. Человек достаточно интересный и со знаниями, и умный, и мудрый, но здесь, к сожалению, он попал в тот период, когда действительно непонятно, куда и что делать. И в этом положении находятся очень многие. Но я уже сказала, что судьба его все-таки будет поддерживать, и она потом в конце 21-го года каким-то образом его все-таки высветит. Но, опять же, как развяжутся вот эти кармические узлы? А кармические узлы... Во-первых, с октября месяца у него кармический узел в доме наследства, в доме смерти. И это очень непростой кармический узел. Он несет награды небесные, а в плане земном отбирает, понимаете? И это тот период, когда не надо накапливать. И та ситуация, которая сложилась в Армении, она не только в Армении, а во многих странах практически по всему миру, здесь надо накапливать знания и воспитывать правильно детей. И я вам признаюсь честно, что именно делая ваш прогноз, я сама очень много поняла, потому что... А как жить, не зарабатывая, да? А здесь никак. Но здесь, вы знаете, зарабатывать надо, и это обязательно, но деньги должны быть заработаны честным трудом. Например, я делаю прогноз. Я вам говорю, что вот прогноз стоит, например, 50 долларов. Ну, он действительно так стоит. Вы говорите, окей, все, вы мне платите 50 долларов, я сделала прогноз, вам отправила. Все, это честно заработанные деньги. Почему? Потому что я даже сама немножко вот в этом всем не поняла. А как же быть, что, мол, не надо гнаться за материальным и так далее? Надо зарабатывать деньги, но эти деньги должны быть честно заработанными. Представляете, как интересно? А в данной ситармическая проработка – это энергия, это имущество, это деньги, это все то, что он наработал. Могут произойти катастрофы с потерей имущества, может быть ограбление, и это все вместе может привести его к бедности. Но все будет зависеть от того, как развяжутся эти кармические узлы. Он может даже уйти в мир иной. И сложные периоды я уже называла, назову еще разочек. Это январь. Ну, там маловероятно, но все-таки. В крайнем случае, с января где-то до начала марта, немножко в апреле там есть, конец мая капелька, там тоже есть опасность. Далее, есть опасность в июне, ну и с июля до конца года. Поэтому здесь уж, дорогие мои, как бы ни сложилась жизнь, но кармические узлы, их надо отрабатывать. Ну, в данной ситуации он все-таки глава государства. И здесь про свои знания, свои эмоции, свое имущество, если хотите, во благо вот именно народа. То есть надо что-то будет менять. Как это проиграется? Ну, давайте посмотрим. Но в целом в Армении период будет очень сложный. И если я скажу, что будут попытка переворота или еще чего-то, то я буду права. Я желаю вам здоровья, я желаю всем счастья, берегите себя и тех, кто рядом. Удачи!